всех приветствую а сегодня клинки по многочисленным просьбам еще раз повторюсь по многочисленным повторюсь я потому что очень уж у меня давно и довольно таки часто спрашивают когда будут клинки х 12 м и в там чтобы вот ну и как бы так чтобы по доступной цене и по качеству просто неплохо все вот вуаля и давайте сразу же обозревать и параллельно будем разговоры разговаривать х 12 м ф так вот это выглядит кстати все кованые вручную кованые кроме этих двух потом скажу почему вручную да все просто потому что молот и на ходу пока в ремонте я вручную все это дело от ковал и вот это такая вот вас и такие у нас результаты получились что дальше у всех клинков воглотые линзы спуске все с сатином не наносатин вот давайте покажу разницу вот это вот на носа сейчас протру ну пускай а так вот это надо сатин вот это просто сатин вот так вот за счет чего то что это не наносатин а сатин просто сатин поперечный машины ну как там еще обозвать то то есть говорю вот всеми теми словами которые я набрался в интернете как бы всеми ругательными словами все это способствовал тому чтобы клинки стали вполне доступными по цене вот так вот то есть вот этот сатин на спусках он у всех клинков кстати при все при всем при этом вот сейчас я смотрю на отблески именно на отблески очень хорошо просматривается структуру стали какая-то такая буладного типа как болот реально но это не было это х12мф кованые вручную без молота так они есть потоньше эти клинки то есть они где-то там миллиметров там районе трех по обуху точный размер быть не может потому что ручная ковка но все же я старался догнать вот прям вообще реальный булад и рисунок то есть вот так смотришь вот так вот смотришь нет сатин а в каком-то таком вот промежутке в каком-то отблеске прямо реальный булад просматривается вот так с этим можно было портравить и от булад еще больше бы проявился это малышок то есть так как это просто сатин то ножи ну принципе подарочными не назовешь каким-то элитными там туда-сюда нет это рабочие варианты это прямо берите и в работу его сразу вас не подведет он вас будет радовать а еще он будет радовать потому что у всех клинков 61 62 единицы почему-то говорю в таком разбросе если замерять в районе рукоятки получается 61 единица просто стабильно просто четко и вот не пол единицы даже вправо-влево нет разброса если вот до того как здесь появились спуски потому что спусках замерять нельзя до этого я замерял вот на этих на этих местах зачищенных и там выдавала четко 62 единицы опять же право влево пол единицы нет четко 62 это я так специально закалил потому что они у меня были тут замазаны фольге еще до кучи я такой способ тоже знаю как закалить больше например на данную единицу за счет этого ну и плюс там рисуночек хороший проявляется вообще там булад булад ладно увидите как возьмете в руки вы это увидите так вот еще есть потоньше который внутрь эти у него сидят примерно троечка вот это заточен как говорится под канадский вариант также вогнутый спуске сатин и таки полегче от который потоньше они прям полегче такие не массивные как бы четенькая подводка то есть такой подводка можно рубить можно резать все он будет делать это универсалы варианты универсалы дальше погнали один единственный который с хвостовиком это вот этот вот вариант два отверстия 3 миллиметра все они на этом после когда были раскованы я их уже на лазер таскал их на лазере вырезали все до одного не вручную потом вырезались упаковки вот видите уже залапать а я не успел но я все протру особенно перед фотосессии он виден как перчатки отпечатались так вот такой вариант у нас тоже есть и что немаловажно а я сказал чуть ли не самые важные во всех вот этих вот вариантах это то что при взрезке там это все молчу я их ни разу не перегрел хотя мог бы это это допустимо перегревать но я не перегрел ни разу при взрезке когда делал спуски а после уже термообработки они нагревались максимум до 40 градусов то есть руке тепло вот так вот до такого состояния почему это важно я вам сейчас объясню потому что я вам гарантирую что девяносто девять целых и процентов вы получаете клинки вот где бы вы их не взяли вот где бы вы их не нашли они с перегретыми спусками то есть если вы не замеряете допустим здесь шесть одна единица а у меня вот здесь вот шестьдесят две единицы то девяносто девять и девять процентов будет вот есть пример 61 единица а здесь 50 это если вообще в лучшем случае если постарались там особо не перегреть это 50 а если при игре ли то там 40 45 это то что вы обычно пользуете поэтому это эксклюзив в этом смысле почему так происходит потому что я педант в этом смысле если я перегрею то все то все просто одну жизнь не удалась и как бы не знаю ну если я перегрел клинок его в мусорку выброшу еще что-нибудь сделаю но и не как вам его и представлю как готовые изделия даже все чуть-чуть где-то подтемнело все до свидания вот просто до свидания в этом смысле я педант ну кто не знает значение слова педант это скажу более простыми словами но это пример вот если я перегрел то меня в ради возьмут как-то так вот понимаете да чем я то же самое вот на отблеске видно рисунок булатный без отблеска сатин и я на этом почему делаю акцент вот это кстати не кованые варианты ответе там тут листовушка так он было это до 2 где-то подписал а вот здесь вот потому что если бы это было бы ну как бы не редкость не перегретой гриньки я бы вообще промолчал по этому поводу так как это здесь булат прям вообще вот этот клинок вот если вы протравить его реально просто увидите совсем другой мир хотя это рисунок так вот и без потравки четко виден вообще четко просто булат прям вообще вещь ладно тоже не кованый 2 и что я хочу сказать это как вот потайное что-то такое это как вот это же ну это обман давайте с этого начнем потому что если клинок вот так же вот выглядит а он перегрет и это все естественно все скрыто и очень легко это скрывается то вы просто пользуетесь браком а потом еще как бы делаете выводы для себя и не только для себя что а х12мф мне не понравилось по тем-то и тем-то причинам она вам не понравилось только потому что вы взяли перегретый клинок и все не более того вообще сталь достойная вот это уже кованые до 2 подписываю для себя потому что бывает запариваю вот здесь такой мелкий мелкий булатный рисунок прям тоже була булат примут он меленький такой но это неважно это не было вот такой малышок разделочник с облегченной рукояткой все четко вот уже следами ковки и завершающий тоже кованые до 2 вот такой вот эти стоит схватить ну я не знаю производители перчаток успокойтесь не надо их вкопитывать это вдруг меня услышит вот так вот такой вот классический разделочник все четко все ровно все правильно и сердито а главное не перегрето и встречайте все для того чтобы ценник сделать можно ниже хотя можем было бы сделать его еще ниже это просто не закаливать эти коньки в фольге и в обмазке то есть все это было бы еще дешевле потому что эта фольга сейчас но дорого обходится и поэтому она добавляет к себестоимости но тогда бы в ней бы выгорел углерод а это есть хорошо выпуска поверхностно но это не есть хорошо потому что это как вам объяснить ну просто бы бы понизило твердость как минимум корявость какой-то им добавила бы но это неправильно поэтому вот тут видите как можно сделать совсем дешево вот пример закалить без фольги просто такой их бросить вы выбросите спички и все вот еще сразу минус там рублей в 250 примерно как минимум но с вами как клинок из вот пример такой клинок там все и 350 и так далее на эту нержавеющую фольгу ну еще многие многие другие факторы влияют на это то есть на цену итоговую ну опять же я повторюсь что делал именно старался так чтобы цена была доступной и как бы приятный соответственно по отверстиям все напишу вот если видите большие отверстия это 6 миллиметров тоже 66 вот это видите поменьше это 5 то есть 65 65 вот так вот все просто на этом обзор закончен на лазере у меня еще вырезается там почти целый лист из х 12 м.ф. пол листа большого то есть вырезается из d2 поэтому такие варианты вот именно с такой шлифовка если вы хотите то они будут еще и увидимся на следующих обзорах